Сегодня 29 июня. Два месяца назад я снял видео, как обклеили и раскрасили отдел полиции, никто не закрашивал. Сейчас мы идем смотреть, что изменилось. Спустя два месяца я это снимал в апреле. Этот видеоролик разошелся очень широко. Его опубликовали в группе Ростов Главный. Ну и сейчас, спустя, ну сколько там, практически весь июнь и май, и конец апреля, мы посмотрим, что изменилось. Вот мы видим, продолжают гадить на столбах. Дальше смотрим, собственно, отдел полиции. Здесь объявление, ну как висело, так и висит. Слегка почистили, но не все. Надо использовать химию, надо использовать серьезные средства. Здесь слово порно закрасили, здесь не закрасили, здесь рекламу наркотиков закрасили. Надо использовать ацетон. Здесь бумажки как висели, так и висят, как будто это не их здание, да? Вот мы переходим к дому 28, вот какой-то ветер. Кто такой этот ветер, почему его не закрасили? Ну и, собственно, дверь в отдел полиции. Ну надо же, все сорвали, все бумажки сорвали. Значит, часть закрасили, часть не закрасили, часть сорвали, часть не сорвали. Ну, что могу сказать? У них там полиции уголовные дела возбуждали, проверки были в апреле-майе, потом был мятеж Пригожина. В общем, может быть, им не до того правда, но есть такая как бы вещь, обязанность у сотрудника полиции. Какая у него есть обязанность? Ну, одна из, вот просто перечень обязанностей откройте. Сотрудник полиции обязан беречь уверенное ему имущество. Вот. А если ты не бережешь свое здание, если оно стоит раскрашенное, то, конечно, ты не бережешь. Это вопрос к начальнику полиции. А что, собственно, мешает? Что мешает, ну, если это твое здание, часть, обратиться в управляющую компанию, чтобы управляющая компания закрасила фасад. А что мешает собственных сотрудников попросить это сделать? Ну и в конце концов, деньги же выделяют отделу полиции на содержание здания. Или не выделяют? Ну, не только же внутри, наверное, но и снаружи надо. Вот. Поэтому тут как бы вопросов к начальству очень много. Вот. Радует, что они хотя бы там две большие там неприятные надписи закрасили, бумажки посрывали прямо к двери, чтобы это не бросалось в глаза. Но надо использовать ацетон. Ацетон, чтобы все окончательно отмыть, ацетоном легко отмывается клей. Самое сложное в бумажках это клей. То есть, если какой-нибудь ПВА, то можно водой как-нибудь. Если какой-нибудь клей твердый, то уже никак. Идем смотреть, что там покрасили в очередной раз у нас. Кто-то нарисовал IC-глазик. Я эти глазики вижу по всему городу. Даже в тюрьму разрисовали. В общем, все разрисовал этот IC. Ну, это у них такое соревнование, кто больше нагадит. Вот, вон еще одна IC, я вижу. Так, здесь с этой стороны закрасит. Ага, здесь, значит, нарисовали. Так, идем к Единой России. Смотрим, что там у Единой России. Вот, дверь закрасили, тут был рисунок. Новый рисунок, надпись ТЭК нанесли. Вот опять IC написали. И бумажки никто не отрывает. Вот бумажки. А вот приемные омески Бессариона Чухоевича. Это как бы... Видно, что старые бумажки, да? Видно. А кто должен отрывать? Вот Единая Россия считает, что бумажки должны отрывать... Ну, кто? Жители дома должны собраться и отрывать бумажки. Или управляющая компания. Сам Бессарион Чухоевич такой мелочью заниматься, естественно, не должен. Видно, да, беспорядок какой в городе? Просто вот грязь и бардак. Потом скажут, что это... Вот тут нарисовали, да? Что они не могут никого найти. Очень даже могут. У них видеокамеры на каждом углу. И сейчас подойдем вообще. Посмотрим центральный перекресток. Ну, вы видите уже, да? Это центральный перекресток Горького, где администрация области. И был предпрезидентом. Вот бумажки висят. Приклеенные, да? То есть сетку натянули специально, чтобы не клеили. Они поверх сетки клеят. Ну, и вот, видите, это все жулики. Это все жулики. То есть все вот эти объявления о работе, это все ерунда. Обманут и кинут. Я уверен. А еще там есть такие, ну, как бы еще и сектанты есть. То есть если вам тяжело, у вас жизненная ситуация, тоже это никакая не помощь. Это... Это сектанты. Вот. Поэтому вот все, что висит на столбах, должно, ну, как бы, пресекаться, проверяться. Ну, вот тут чистенько, видите? Вот, мы подходим сейчас к полпреду. Видите? Столб чистенький. А вот здесь столбы грязные. Ну, все. Продолжение следует...